так всех приветствую постараемся поговорить на разные темы начнем значит ну такой короткий отзыв да хочу оставить про флагманы 20 с 22 ультра samsung топовые смартфоны да но не все так прям на сто процентов добывает вот тоже игру который мы играли же так simulation of road бывало он тоже зависал но я не знаю от чего это по раз так зависал на этом на смартфоны на смартфоне да но на меня на белом до закачан как игра а такси sim не нормально такси sim вообще ни разу не не зависал может быть это так это от игры может быть это смартфона да уже но в принципе нормально как бы нормально процессоры работают быстро но опять же да вот небольшой такой осадок остался что после этого обзора как вам показал да он не зависал там минут 10-11 но потом я включил также зависну пару раз игра на этом смартфоне опять же не по ним не понимает чего но в общем не все так гладко не все так стопроцентно да что касается этих топовых до телефонов но в принципе я доволен как бы это конечно лучше да намного лучше чем были у меня samsung a50 pop x3 nfc а 52 от samsung тоже да все таки это немного что касается камеры там разумеется поинтереснейся очень нравится мне 10-кратный зум когда бывает что хочешь запечатлеть да на камеру и чтобы не идти там метров 10-20 до к человеку там просто можно 10-кратный зум значит приблизить и принципе картинка останется ну по крайней мере днем не тестировал я ночью но днем почти без потери качества вот такие вот плюсы во вторых да вы скажете ну и чего 10-кратный зум принципе он мне не нужно в чем еще плюс ну топовый процессор до быстро все работает принципе я доволен да может быть это не прям до какой показатель быстроты скажем так процессоров до каких-либо ну по крайней мере я доволен этим что еще ну белый да здесь в принципе он как бы смотрится я считаю более менее нормально да с другими цветами я готов поспорить потому что может из вас пользоваться такими смартфона кто-то может видел вот топовые тоже смартфон от samsung девятнадцатого года 2020 года может даже 2018 года там ноут 10 что то есть да вот такие вот короче название буду вставлять картинки да они выглядели поинтереснее то есть задняя крышка была ну просто невероятно да невероятно потрясающе скажем так чего не сказать про с 22 ультра уда и практически про все цвета мы в белый ладно белый хоть как-то более менее смотрится до более-менее но они же принципе могли сюда и такой да вот глянцевый пластик глянцево стекло какой-нибудь да получается установить сюда там а не знаю хромированные да вот эти вот самсунговские задние крышки это все было красиво смотрелось да и когда я помню пришел тоже магазин разумеется у меня был тогда обычный ну или а-52 или пока x3 либо а-50 тогда я ходил до девятнадцатом году не знаю в каком короче плюс-минус когда вот они начали поступать в продажу да я посмотрел значит телефон только взял в руки да и и конечно был невероятно впечатлен тоже были там получается edge экраны да на них экраны водопада и сама крышка до задняя там была ну вот говоришь как хромированная да как хром как стекло как белые белые белое золото еще можно его назвать да как зеркало да стекло разумеется ну как зеркало да это все выглядело хотя я не знаю может там стекло было может быть пластик не знаю но они конечно это все сделали обыграли это очень красиво ну чего не скажешь не скажешь опять я повторюсь вот этих samsung с 22 ультра просто как это начал задумываться да типа провод эти смартфоны белые более-менее еще куда не шло а вот другие цвета не очень-очень даже черный цвет да в принципе могли бы как не там и сделать и покрасивее согласитесь могли могли они сделать и покрасивее почему значит я решился к приобретением таким к таким дорогим смартфоном почему же я все-таки приобрел такие дорогие смартфоны и не один ну когда я увидел с 21 ультра на значит на витрине затем тогда и в итоге он мне и достался до тот самый на витрине который когда я в первый раз его посмотрел и конечно я поразил мне всегда мечтал именно об экране каком экране edge до где закругленные края но я мечтал просто в одно время да и когда я подошел значит посмотрел я мне очень понравилось и даже когда я уже целеустремленно пошел магазин его приобретать я также был впечатлен да был под впечатлением и все-таки приобрел его это как бы такая мечта была ну не знаю мечта может цель не знаю как правильно сказать вот с этим именно с таким намерением я именно приобретал этот телефон именно не нравился именно экран такие его до экран я даже не знал что тогда на тот момент когда покупал приобретал что там есть десятикратный зум это я потом уже выяснил потом уже какие-то обзоры попадались мне до знакомых был блогеров да и на которые подписан там и тогда я уже узнал что там есть и десятикратный зум да там камера можно уже снимать 60 fps да также будет десятикратный зум то есть вот такие вот скажем так открытия в итоге узнал ну и процессор само собой я на тот момент я знал что он до быстрый будет топовый ну и принципе так оно получилось но конечно опять же не все так гладко да как я сказал бывает не знаю почему может это сама игра но все равно я должен сказать что за после того вот видеоролик который вы смотрели да когда я тестил на игру до смартфон после этого видеоролика еще играл несколько раз и на зависла мне эта игра не знаю с чем и на что грешить да точно я не могу сказать либо это смартфон либо это сама игра так что вот такая вот история приобретения флагманов опять же я не буду да это просто вкусовщина да кому какие телефоны нравятся опять же повторюсь что это плюс-минус до бюджетные среди бюджетный сегмент есть еще ультра бюджетный сегмент да там но это вообще да имеется идут по карману в принципе но многим по карману скажем так то ультра бюджетный сегмент да не дешево стоят в характеристике там и так далее я не про это я просто говорю то что он дешево стоя на то что там внедрено да это уже как бы надо разбираться знаю что такая вот история приобретения топовых смартфонов приобрел их три потому что с двумя я постоянно хожу и я привык и да мне скорее всего батареек не хватает этих двух то есть я с одним попользовался поставил на зарядку взял 2 или бывает параллельно да что-то делаю с телефонами да потом смотрю где-то меньше за меньше уже зарядки да на каком-то смартфоне оставлю его заряжаться так что мне до этих батареек не хватает хотя они там заявлено уже 5000 миллиампер час и не знаю мне не хватает может быть с одного с обновлением да придет там какая-нибудь действительно стоящее обновление и поправить это все вот батарейка увеличить автономность увеличить работу до самой батареи и возможно возможно можно будет и с одним телефоном ходить но на данный момент мне не хватает одного смартфона и бывает тоже какой-то контент смотришь и что что-то хочет все там прогугли дать что-то сделать и у меня есть под рукой второй смартфон где я могу это параллельно сделать и контент смотреть и параллельно что-то узнать да бывают такие скучные ролики до видеоролики но временами да может быть он не прям скучный видеоролик но временами в основном мы смотрим это интересные видеоролики да ну такие развлекательные основные их не бывают такие моменты видео когда ну что-то скучно или что такое короче бывают такие паузы видео да и я беру второй телефон и могу чем там или поиграть или посмотреть так что вот такие вот дела ну что еще сказать не хочу я да уже тоже надоели там бывает иногда говорят спрашивать чего там поводу вот этого типа многолицы типа ну я принципе понимаю да человек я не хочу уже говорить на эту тему до 1 раз усоливать ее постоянно но да я в принципе прочитал комментарии типа ну а чё нам еще делать то есть ну такими родились но и делать даже не в этом просто будьте людьми все будьте людьми какими вы рождены вот и все принципе от вас ничего не требуется а так конечно в основном до многолицы люди какие 98 процентов на этой планете у них жизнь яркая вас в основном то есть вам все принципе можно хотели хотите покурить и покурили да вам ничего особо не будет ну со времени может сюда будет но у вас нету такого какие-то там сразу побочные эффекты какие-то да захотели захотели алкоголь попили то есть вам все в принципе можно захотели там а сделать детей сделали то есть в основном вот люди ждать то пофигу многолицы не обращают да с кем там скажем спариваться да ну прям может так скажем по мягкому да вы не заморачивайся об этом у вас в принципе все хорошо в жизни согласитесь то есть жрать срать рожать да вот по сути то есть и живете вы принципе в достатке у таких людей многолицых да сложности в жизни крайне мало да если они даже случаются то некоторые даже умудряются не извлекать уроков да и не и как-то не меняться даже пройдя такие трудности в основном же у вас согласитесь все нормально по жизни все хорошо таких как бы таким предоставляется многолицым и симпатичным даже да ну симпатич чем отличается от многолицых они не чуть-чуть скажем но симпатичные да есть красавцы красавицы это которая ну вообще стопроцентная которая понравится скажем так из 10 человек да 8 точно понравится такой человек а симпатичные где-то 3-4 может человека обратят внимание на такую или на такого вот в чем разница принципе но многолицые да с неприметными лицами у вас в принципе я говорю все хорошо я сколько вижу блогеров да там популярных то есть у них все получается сколько актера популярны сколько певцов певиц то есть много рожей да у них все замечательно как бы да они популярны они знаменитые ну конечно это все временно да то есть вам таким в основном людям предоставляется все в этой жизни да но по итогу до этого ничего не будет то есть ну такое лицо сложно запомнить до неприметные многолицые лицо которые еще разумеется будучи рождаться с таким на 98 процентов людей вообще по всему миру а так вам говорю же это хорошо же смогла и смогли лицом до лицом как бы то есть мне кажется от наоборот хорошо ни о чем не паритесь да да бывают сложности да у некоторых многолицей да с неприметными лицами но тоже считаю париться не стоит пардон еще индикатор показывает что нормально когда индикатор мигает то значит не туда получается вот этого самого дистанционного до переходника которые получается бывает петличка да с этим sky с кабелем а это получается под петличка без кабеля и разумеется чтобы писал микрофон нужно ставить переходник да вот который будет запи ну который разумеется дистанционно будет передавать телефон смартфон хочу вот париться не стоит да вот тоже бывает я встречал много лиц и да с неприметными лицами как бы и у них тоже были трудности да вроде бы они такие по жизни да действительно добрые может хорошие да ну кто их знает короче но все равно видел таких людей как бы многолицей да и что то он страдает или она страдает там бывают трудности какие-то да там одиночество и так далее но не знаю на этом я со временем это начал смотреть так что ну не будет у тебя там допустим детей да ну и чё как бы ладно если бы все равно это я считаю это не так страшно да ну потому что то есть ну если взять нацию да как как бы я же примеру не один казах да там я примеру не один остался до казах там на этой планете примеру есть еще десятки миллионы да вот к меру национальность казах да которая то есть у них там могут быть дети ну и ними я конкретно себя не имею ввиду вообще говорю так ты вообще давно выронился дети были бы но просто так смотришь да как раньше хорошо что я этого не сделал потому что вот эти знания которые сейчас у меня я бы не знаю я бы просто сказал бы ну извини до свидания то есть ты мне не нравишься это наверное скорее всего так было бы но опять же если человек был бы хороший да там простой добрый с красивой душой еще бы ладно а так я думаю что я на данный момент так и сказал бы все извини красавица ну имеется ввиду извини там девушка да ну если брать многолицую да у нас с тобой ничего не получится дальше в дальнейшем ну вот примеру да то есть ничего страшного я не вижу если там у человека нету детей дали там спутника жизни да ну спутник жизни это по сути есть да как вы делаете детей до мягко говоря и живете значит счастлива кота чем под кто-то счастлива кто-то нет но получается у вас появились дети да хоть что-то да кто-то имеем кто-то думает что это хоть что-то да в жизни нужно но я считаю ничего страшного в этом нет если у кого-то нету да вот такой возможности то есть абсолютно не вижу ничего страшного потому что есть еще как бы помимо тебя твоей национальности еще много людей которые за это сделают за тебя родят детей так далее я не вижу в этом ничего страшного но так вообще да как бы все это надо но опять же по возможности я не вижу в этом обязательства то есть что прям вот это нужно но это так считаю не знаю как вы считаете не знаю как всевышний считает или в кого верить я не знаю пока так но не знаю на этот счет надо как-то уже размышлять да как помочь многолицам у человеку пережить какие-то трудности то есть это тоже нужно задумываться это все разбирать да как-то вот так в основном большинстве случаев у вас все хорошо такие значит выводы из чем может быть ставлю в ролик там когда буду монтировать ну пока так ну кстати в принципе хотел бы я да так же пообщаться с владимиром да с бывшим каналом спортивный мужик но опять же пока не знаю как что но принципе вы были у меня вопрос который можно задать да но не знаю над этим надо его искать там пока не появляется вообще в интернете почему не знаю может быть не знаю слышал то что youtube хотят хотят в россии запретить без понятия может быть это причиной того не знаю короче вообще хотел бы с ним поговорить какие-то вопросы задать примеру примеру девушка русская да или там украинка неважно там хоть американка а вот другой человек парень другой национальности да я к этому тоже вот мне задали такой вопрос я вообще без понятия я человек как-то не делю на раз и до главное чтобы человек был сильный человеком добрым хорошим простым то есть вот для меня что главное как человек да в принципе выглядит тоже да для меня не принципиально главное вот эти вот критерии до самые главные так что я здесь ничего не могу подсказать я сам бы вот хотел владимиру такой вопрос задать у него две дочки принципе я хотел бы могу такой вопрос бы и задать если был бы стрим там интервью до с ним как бы он поступил от меня тоже интересно было бы задать ему такой вопрос ну и разумеется услышать что он ответит все равно интересно но в большинстве случаев мне говорили типа на такой вопрос нельзя типа типа такого прочее понимаете да лучше не стоит я вот честно говоря вообще то есть без понятия я не могу сказать мне нравится ну не знаю но мне нравится который выделяется люди из массы до вот этой в основе симпатичные да ну красавицы это вообще единицы до девушки кстати думаю да не большинстве красавицы но нет также многолицей как и парни да если брать да не говоря уже о старпёров да не будем сейчас затрагивать говорим про молодое поколение значит нет таких же нагрожей да кажем люди да и этот но не знаю да мне самому интересно но и опять же как-то равнодушен к этому вопросу абсолютно мне главное опять же вот какая-то красота души должна должна быть до в девушке и главное чтобы она выделялась вот из толпы ну или хотя бы ладно пусть она будет многолицей но опять же с красивой душой так потому что я сам по себе знаю мне такие девушки нравятся если они вот обладают качествами красивой души то есть устоять практически невозможно тоже хочется познакомиться тоже хочется пообщаться до встречаться и так далее как бы тоже человек же мы вот такие вот так что как бы это и подкупает несмотря на внешность в основном вот есть такая да поговорка типа в народе мужики ушами да или чё чё такое мужики типа глазами девушки ушами да я готов поспорить мое мнение это абсолютно как бы этот обратная да вот то есть мне кажется это все наоборот ну по моему опыту да разумеется можете довериться мне что все таки женскому полу внешность на первом месте да конечно нет но если будет выбор да вот прям красавицы многолицей неважно вам там популярный богатый так далее она выберет все равно красавца но большин большинстве случаев да и мне кажется вот это вот поговорка на это говорит человек который не понимает до психологии ну как бы строение вот этого женского пола да как критерий женского пола параметра они нет это подворк абсолютно наоборот женинную глазами а мужики ушами потому что сколько они разговаривают да там со знакомыми с друзьями до все-таки но мы же делимся всегда бывает, там говорим и так далее, то есть общаемся. Но я сейчас так не говорю, но такие темы вообще ни с кем, то есть это личное дело каждого, то есть это личная жизнь, личное дело каждого, личное пространство, да. Но, когда мы об этом говорили раньше, да, то есть были такие разговоры, все как один говорили, мне именно интересно душа, да, вот девушки, именно чтобы она была не глупой, я практически слышал только вот это. Так что, такие вот дела.